Ребята, всем привет. Мы вас приветствуем из скалодрома Лаймстоун. Сегодня мы запишем блог о том, как мы занимаемся скалолазами. Это наше недавнее хобби, которое мы очень сильно полюбили и стали сюда ходить довольно часто, почти каждую неделю. Надеюсь, будет интересно. Ты что, сейчас будешь скальники брать? Вот так он мне карточку дает с тапочками. Я сейчас возьму себе скальники. Это пингвиненок какой-то был, я даже не поняла. Там не запылилось? Короче, у всех трасс есть свой уровень сложности. Вот лично я лазаю пока по самым таким простым трассам. По цветам они обычно идут белый, золотой, потом зеленый, потом синий, потом красный. И потом уже начинается полная жопа. Там уже с красной жопы начинается. И они обычно начинаются от цифр типа 5С. Нет, 5А. 5А потом я лазаю где-то до 6А. 6А. Пока мы максимум, но я стараюсь совершенствоваться. Чтобы лазать, вам недостаточно просто прийти в скалодром. Вам нужно еще также скальные туфли и магнезия. Скальные туфли можете взять здесь в аренду. Они даются до 300 рублей. А также магнезия тоже дается в аренду. Но мы взяли свою. У нас вот такой мешочек красивый в стиле попкорн. И магнезию просто засыпаешь сюда. Зачем нужна магнезия? Чтобы руки не соскальзывали с зацепок. Потому что зацепки после того, как ты долго по ним лазаешь, руки потеют. Зацепки тоже станут скользкими. И вот нужно вот так брать руку, просто засовывать ее в мешок. И вот таким образом магнезию берешь. Какие ты будешь лазать? Золотые 59. Это типа 5С, 6А. Ну 5С. Зoltые 59. Все. Кстати, еще надо сказать, здесь очень интересно, что трассы разбиты по секторам. Вот эта стена, например, она, по-моему, на баланс идет, да, и на пальцы дальше. Та стена, которая с той стороны, она идет нависающая, она прям на силу, на какие-то мощные движения, на корпус. А с этой стороны, по-моему, на скорость трассы, вот. С этой стороны на скорость. Ну и вот вы можете посмотреть, там есть карта, на ней написано, какие трассы, с какой сложностью и на какой тип техники. Розовый лезешь? Да. Давай, солнышко, давай. Давай, мой сыночек, давай. Чуть-чуть осталось, маленечко, маленечко. Давай, давай, молодец. Слишком долго стояло. Да, что-то я сегодня прям забитый какой-то. Там сразу надо «да» наверх идти. Дальше ноги маленькие. Ну вот, вот, да, да, давай. Хорошо. О, отлично. Ну, теперь рельеф. А руки прямые лучше держать. Отлично. Нет, что-то они и то. Знаете, бывают такие трассы, когда ты не будешь их пролезть, а потом на следующие занятия у тебя получается их пролезть. Вот у меня такое постоянно происходит. О, молодец. Достойное уважение. Мое уважение и почтение. Конец. Какой ты решил лезть? Попробуем желтую. Да, желтую, желтую. 41. А ногу, ногу ставь. Ногу ставь, ногу ставь, ногу ставь. На желтую. Не дотягивай. Давай, сильнее на ноге вставай. Встань на ноге, на ноге встань. Можно я с филлом? Можно. В общем, тебе голод. Берись правой рукой. Берись, берись, берись. Запикаем, запикаем. Запикаем, запикаем. Всё, Абон, я застряла. Ну, прыгай тогда. Слушай, мне кажется, это конец. Надо лазить просто каждую неделю, чтобы такое вот. Пальцы просто умирают. Давай, солнышко, два метра твои тебя спасут везде. Давай дальше. Вот это можешь, кстати, пролезть, который ты в тот раз лез? Да, да. Да, держимся за рельефчик. Кантик поймали. И сразу цепляйся за правую. Правая зацепочка. Вытягивай себя. Да всё. Тянись, тянись наверх. Правильно. Вот это тебя долбануло. Чё-то как-то, она сложнее, чем мне казалось. Да, как-то пяточкой. Давай, давай, сей, ножки. О-о-о. Почти до села справа, правую ножку. Ножку вправо. Села справа, правую ножку. Села справа. Села справа, правую ножку. Продолжение следует. О-о-о. Да, маленькая. Вот с этого все и начинается. Там нога левая у тебя удобная. Ну сразу делай движение следующее. Берись руками, да. А теперь нога слева. Нога слева у тебя есть. Маленькая, маленькая. Ну да. Двумя руками за верх может быть? А левую выше если поставить? У меня не получится. Почему? Там вон она под деревянной. Я вижу, да. Теперь левую вот на эту, которая полукруг. Выше, выше. О, хорошо. И вставай, вставай, вставай. Молодец, круто. А говорил не залезешь. Там сложно было в каком моменте? В середине где-то? А вот здесь вот, когда поддаешься за вот эту штуку, типа нужно перекрутиться и не упасть, короче, не разбить себе подбородок. Ну да. Вот. Вот так-то раз интересно. Смотрите. Вот. И да. 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 Я не знаю, что все так красиво-то. Что-то там надо как-то по-другому, видимо. Давай-давай-давай. Молодец-молодец-молодец. Почти-почти. Давай-давай. Но молодец все равно. Так. Да. И вытягивай ножку. Давай-давай-давай. Молодец-молодец-молодец. И хватайся. Молодец. Красавчик. Жесть. Почти получилось. Это убивающий пальцем трассы. Просто убивающий. Субтитры сделал DimaTorzok. Фактически пролезло же ее. Да, очень люблю нависание. Пока сложно это делать. Пока сложно нависание делать. Давай еще раз, может? Ну ничего. Тренировка тоже должна быть. Уже когда вот висишь, уже чувствуешь, что ты как будто реально под навесом. У тебя вся сила даже больше в руках сконцентрирована. Просто здесь надо быстрее делать движения. Если быстрее делаешь, то проще будет. Долго, если будешь сидеть, то у тебя руки устают быстро. Какой лезешь? 113. Зеленый. Вот видите, маленькая для ноги. Это для рук. Потом сразу правую руку наверх, наверное. Стаешь ногами сюда. Вот потом начинается самое интересное. Потому что нужно взяться вот за ту зацепку. Но она в бок только работает. Вот за правую. Скальники не хочется делать, честно скажу. Ноги просто. Я еще недавно, мы катались на горных лыжах. И в первые два дня я ездил в очень тесных ботинках. Потому что мне дали, ну, на размер меньше. А я думал, что нормально. А они мне стали очень сильно жать. И к концу дня это ощущалось еще хуже, чем скальники. У меня сейчас гиперчувствительные с кесновые. У меня, кстати, самые офигенные скальники. Как Александра Мегаса. Ого, Александра Невского? Нет. Александра Невского не ладно. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Но я взял размер и размер. Не стал сильно себя мучить. Некоторые берут там на два размера меньше. Знаете? Это мазохизм мне не близок, честно скажу. Сейчас Владею еще будем скальники убирать. Она тоже захотела. Пока в арендованных лазаю. Пока в челецких лазаю. Сейчас проверим. У тебя в правой ноге боли есть? Вот как раз, по-моему, вот здесь. Вот здесь, да? Вообще, тебе они, кстати, идут. Словен. Помнишь, что здесь на баланс трасса? Вот эта стена, она на баланс. В чем сложность? Не получается? Попробуй. Поймешь. Нет, я не буду. Это не моя трасса. Давай, давай, держись. Держись. Вот, молодец, молодец. Я понял, короче. Все понял, да? Да. Попытка номер 125. Вот это круто. Это крутое. Это вообще топчик. Мне страшно на высоте становится. Я уже как-то. не могу сказать, нечем больше. Может, подтянуться надо? Я просто на высоте. Давай! Тяги! Вытягивайся. Ногу подбирай. Ну ладно, за счет роста вытянешь. Молодец. Знаешь, я на тебе завидую с твоим ростом. Вот это ощущение, когда ты 10-15 минут стоишь, тупишь, не понимаешь, как тебе лезть трассу, а потом что-то в мозгу вот так щелкает, и получается залезть, это просто эйфория какая-то. Да, согласна. Офигенно. Вот эту услышишь? Синюю. Нет. Пойдем туда вот. Нависание. Ну, нависание, блин, так не люблю эти трассы на нависание. Спасибо. Слушай, нет. Оранжевый не буду лазить. Я просто не понимаю, как лазить, но я и могу пролезть. Я просто не понимаю. Давай то, что не понимаешь, где мозг надо включить. Давай ставь на рельеф. Туда, вот туда. Молодец. Влада не хочет на нависание, поэтому мы пойдем на детские. Это не детские. Это не детские, шучу. Здесь, кстати, тоже сложно очень лезть. 6А, 6Б. На пальце очень больно. Сила моя истякнет. Пальцы просто засними, девочки. По технике ты начинаешь уже правильно лезть. Хочешь лазаться. Хочешь, попробуй поставь левую ногу в другое место. Ну вот, еще сложно. Взялась и пошла дальше. Крутись, крутись, крутись. Офига себе. Такие действия я даже не знал, что делать. Дальше легко должно быть. Так, вот здесь у нас трассы для детского лазания. Здесь мы обычно лазаем траверсом. Тут у нас очень много всего, всяких приколов накручено. А здесь у нас трассы, как на соревнованиях, очень сложные. И очень тут прям мало всего. Сюда мы еще пока вообще не заходили даже. Надо тренироваться каждую неделю, чтобы просто скилл наворачивать. Я помню, что нам тренер говорил, что в конце тренировки лучше что-нибудь попроще пролезть, чтобы это... Ну да, я сейчас попробую, может быть. В синюю полезешь? Давай. Молодец. Молодец. Класс, молодец. А как ты заминку хочешь сделать? Заминку типа кампус-борд, но это не кампус-борд. То есть он просто, грубо говоря, деревянные балки прикрученные к стене под углом. И на них просто как по лестнице, типа лезешь вверх. Как заминку, очень классно. Она как бы разогревает тебя, и ты устаешь, и все. И идешь домой. Уже тяжело, да? Надо тренироваться побольше. А вот эта штука, видите, это типа... это называется мунборд. Почему мунборд? Потому что его придумал такой мужичок, которого зовут Бен Мун. Это легендарный скволаз, который один из первых пролез 9А-трассу. Одна из самых сложных для тебя до сих пор. Вот. И он придумал вот такой вот борд, который... Это три фанерных листа, склеенные под углом. Вот. И на них расположены зацепки под определенным... Определенные зацепки в определенных местах, короче, на нем закреплены. И есть приложение на телефон, вы его скачиваете. Вот. И там можно загрузить трассы других людей, которые они придумали. То есть вы можете даже свою трассу загрузить, и другой человек может попробовать ее пролезть. Потому что мунборды все одинаковые. С ногами. Да, да, да. О, молодец. До конца долезай. Ура! Все? Ну что, ребят, наша тренировка подошла к концу. Всем спасибо за то, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Занимайтесь спортом и ходите на скалодром. Всем пока.